Микс Ньюс Здравствуйте все, все, все Сегодня вторник, День Добрых Дел на Радио Болтком В эфире программа «Зеленая Лампа» Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать Ведут ее сегодня Ольга Авдевич Здравствуйте Я Рита Трошкина, наш звукорежиссер Родион Золотарев И вместе с нами «Зеленую Лампу» сегодня включает наш гость Рафих Раджанян И представлять его специально не надо Но все-таки так быстро перечислю Заслуженный артист Латвии Член Союза композиторов Латвии Доктор искусствоведения Кавалер Ордена Трех Звезд Пианист, общественный деятель, педагог И еще можно продолжать, продолжать и продолжать Здравствуйте, Рафих День добрый И профессор Это тоже есть, да Напомним, что помогаем мы сегодня 15-летнему мальчику Алексу Алексу Бебришу Собрать средства на срочную Очень сложную операцию На ногах в Санкт-Петербурге Чуть позже мы остановимся подробнее На том, для чего нужна эта сумма Что это за операция Что это за клиника Чтобы те, кто помогают Знали предметно, куда уходят средства И, как всегда мы говорим Цена счастья вот этой семьи Этой мамы и этого мальчика Это 7600 евро на данный момент Это операция в клинике в Санкт-Петербурге И телефон наш традиционный 9300-6384 Всю неделю будет работать Для 15-летнего Алекса Спасибо вам А профессор Хараджанян Сейчас практически прибежал Через парк Эксплана Через жуткие пробки Спасибо вам Волновались, что он опоздает Из школы Расскажите нам, пожалуйста Что вы делали в школе сегодня Я был в школе в Пурссемсе Это называется Заведение Рижской классической гимназии Очень большой комплекс И там есть мероприятие Под названием Музыкальный дом Вот этот музыкальный дом Принимает гостей Есть энтузиасты Этого дела Светлана Васильевна Педагог Педагог, да И вот я должен сказать Что у них даже там Концертный рояльчик Стоит в зале То есть вы сыграли? Да Я играл Я показывал Видеозаписи Которые у нас С Норой Новик Осуществлены были Даже в Сан-Франциско Да, это знаменитый Фортепианный дуэт Возловивший Латвию Практически Сейчас уже называют Легендарность Легендарность Я позволю себе так сказать Это правда Но это относится Не только ко мне Вот Знаете Где-то Неделю назад Я прочитал в Фейсбуке Сообщение о том Что есть Школы с необычными уроками Меня это очень заинтересовало То, что в Башкирии Преподают Пчеловодство Понятно где-то То, что В Армении Народные танцы Тоже хорошо Я знаю, что еще и шахматы Преподают Но вот Меня очень увлекла Вот эта преподавательская идея В Японии Преподавать Любовь к садам Я понимаю, что это связано С Национальной культурой С религией даже С синтологией И все же И все же Любовь к природе Вот специально Детей воспитывают Я бывал с Норой И в Японии Я бывал И в Сан-Франциско В японском саду Специально сделанном С рыбками С невероятными Какими-то деревьями Но вот это Воспитание Этого чувства Красоты Общения Вот Оно меня и привело В школу тоже Я хочу Передать Детям Что можно Общаться С музыкой Высокой музыкой Не просто Так сказать Я не отрицаю Развлекательную музыку Там кто-то Дрыгает ножкой И с удовольствием Слушает Но вот Высокая музыка Требует Слушательского Опыта И Сразу Не войдешь Я почему-то Вспомнил сегодня Как в советское время Какая-то туристка В западном Берлине Попав в супермаркет Упала в обморок С непривычки От количества Вот Этих Товаров Их Блеска С которым Они преподносятся И то же самое С музыкой Может быть С непривычки Услышав Там Симфонический оркестр И так далее Можно потерять Какое-то ощущение Нормы Что ли И Можно Прийти в восхищение А можно сказать Я это не понимаю Мне это не нужно И так далее Вот мы говорили о том Как Себя настроить На восприятие музыки И Что можно в ней найти Допустим Какие настроения Какие сочетания И так далее А какого возраста Сегодня у вас была Аудитория Школьников Сегодня можем Уже считать Их большими Девятый класс И Поэтому я старался Чтобы Встреча была Как сейчас говорят Интерактивной Чтобы они Мы например Рассуждали Почему собственно говоря Эйнштейн играл На скрипке Ну а что они Сказали вам Интересно Кто-то сказал Очень просто Он наверное Любил музыку Но это само собой Кто-то стал говорить Что очевидно В это время Он К нему приходили Особые мысли Чувства Я сказал Что наверное Какие-то радары Открывались По которым он Улавливал Гениальные идеи И так далее И так далее Это ведь не случайно Многие Изобретатели И Коллекционируют Живописи Или слушают музыку И так далее Слушайте даже Шерлок Холмс Ну Да Играл На скрипке Как известно Да Тут ведь Я в Петербурге В Ленинграде Когда учился У нас вел Историю пианизма Совершенно Замечательный Педагог Он дружил С Дмитрием Кабалевским Который много Занимался Просветительской Деятельностью Мы можем там Вспоминать Его грехи Тоже Какие-то Но Такие Общественно-музыкальные Грехи Через одно Рукопожатие Вы знакомы С Кабалевским Да В принципе Да И в принципе Моя жизнь Сложилась так Так что я Знаком практически С историей музыки 20-21 века Что я знаком был И со Шнитки И с Денисовым И с Гаврилиным Был на ты А интересная история У Арама Хачатуряна Надо отличать конкурсы Тоже друг от друга Их Их Удельный вес Что ли Но он говорил Но он говорил Что очень важно Воспитать слушателей Чтобы слушатель Да Провели Мальчик Они делают И они делают Это эндопротезирование Научно-научно И на основе И в мире Мальчик Повреждения Да Еще потом Она одного мальчика Родила Через 10 лет Она через 10 лет Решила семья Второго малыша Она очень Мужественный человек И вот Когда нам говорят Вот такие печальные истории Это не печальная история Понимаете У них такое счастье В доме Несмотря на всю эту боль И горе Которое они прошли Они все равно Умеют радоваться Каждой мелочи И вот она Тогда еще В роддоме Она рассказывает Когда мне сказали Этот диагноз Она говорит Это меня подстегнуло Я плакала Плакала Потом сказала себе Никогда так не будет Мой ребенок Будет сидеть Стоять Мой сын Будет ходить Я сделаю Все возможное И она начала Это все делать То есть Все возможные Реабилитации Мальчик прошел Очень много раз Его оперировали 18 раз И все Это улучшалось И в принципе В 2 года Он уже встал на ножки И встал Вот врачи сказали Никогда В 2 года Она говорит 2 года мы пришли Ну это как чудо Да Ну в принципе Это чудо Делается руками мамы И врачей конечно Помогающих Они пришли К лечащему врачу И он сам зашел С вами этими маленькими шажками И у врача глаза на лоб вылезли Он просто не поверил Ну кроме мамы собственно В это никто и не верил И он начал ходить Понемножечку Потом он начал бегать И в 11 лет Кости стали расти Мышцы стали расти Опять стало все плохо И вот тогда начались Эти операции Но там ситуация такая Что год назад Ему сделали операцию По замене Замене вот этого сустава И эндопротезирование бедра Очень тяжелая операция В Петербурге И сказали Год гарантийный срок То есть год надо Очень беречься И после этого Будет все хорошо Если все пройдет нормально И он потихонечку ходил Он уже не стал сидеть В инвалидной коляске Он ходил там С палочкой С костылем Но в последний момент Вот уже год прошел В апреле В последний момент Что-то случилось И этот сустав выскочил И свернулся И эта боль огромная И он опять ходить не может И вот поэтому сейчас Очень быстро нужна операция Я сейчас Уже назначена дата 14 мая Хирурги в этой клинике Они нашли окно В своем графике Берут его Срочно берут его 14 мая Он сейчас передвигается На костылях Ну он сейчас лежит Он к коляску не садится Он может встать Но ходить он уже не может А вот до этого Вот он ходил уже И хирург Который его ведет Там в Петербурге В этой клинике Сказал, что все будет хорошо То есть они посмотрят Или менять этот эндопротез Или его вправить Если можно будет Но в принципе Прогнозы очень хорошие Просто надо это Очень быстро сделать Стоимость Вот всех расходов На эту операцию С поездкой 7600 евро Это не такая Гигантская сумма Как это за границей Там в Германии Где-то делается Это вполне реальная сумма Но у семьи Нет таких денег Потому что мама Она не может его оставить Она все время с ребенком И еще младше У нее там есть работа Это один папа У них И это чудесная семья Мы просим Вашей помощи Дорогие радиослушатели Вот этот номер телефона Вам знаком 9300-6384 Евро 42 цента За звоночек Звонки собираются В большую Реальную сумму помощи Для 15-летнего Алекса Мы абсолютно верим Что он будет ходить Умничка Он редкостный Он вообще там Отличник Он любит математику Он сейчас начал играть на гитаре Сам изучает И это ребенок Вот хочу подчеркнуть Который не занимается гаджетами Не увлекается Он вообще не сидит В этих играх компьютерных Просто вот ему это не интересно Он учит английский Он учит языки Он учит Самоучитель на гитаре По компьютеру вот нашел И вот думает Очень много о жизни Очень много переживший ребенок Уже в свои 15 лет Кстати вот Да Он очень увлечен Музыка Вот этой идеей научиться Самому создавать музыку Играть на гитаре Вы у нас музыкант в студии Совпало Такое совпадение Да, да, да Что-то для него можете потом Сказать несколько слов в конце А скажите, пожалуйста Как вы считаете Вот мы говорили О чудесных свойствах музыки Многие медики утверждают Что музыка способна лечить В прямом смысле Да И оказывать Очень такое благотворное влияние И на ментальное И на физическое состояние Человек Как вы считаете Насчет лечить Я не могу с уверенностью сказать Но Вот сегодня Как раз участвовала В концерте Юное создание Юная пианистка Я ее пригласил И вы знаете В глазах Нечто другое Все-таки То, что они занимаются искусством Не важно Может быть и живописью Но Это духовное состояние Духовный мир Отражается Гораздо привлекательнее Эти дети Даже по внешним данным И Конечно Они самостоятельнее мыслят Если это не просто Из-под палки Это тоже есть У меня был Замечательный товарищ Пианист Всемирно известный Николай Петров Ну конечно Расстояние имеет свое значение Но мы общались И Мне Во-первых Как-то Мы говорили с Николаем Он говорит Извини пожалуйста У меня Над роялем Уже висит афиша Я говорю А что это значит? Говорит Когда у меня Впереди концерт Я обязательно Вывешиваю афишу Чтобы она Подстегивала Мой Так сказать Рабочий энтузиазм И вот Когда Колю Петрова Спросили Что Было Главным стимулом В его Ученичестве Он вдруг Выдал Бабушкин ремень Это конечно Очень забавно Но Есть сейчас Дети Сейчас Когда столько Гаджетов И Дети Рвутся К инструменту Или там Петь Сами Это удивительно Это значит Что действительно Божий дар Вот Мы не знаем Когда и кого Господь поцеловал В лобик Красиво Да Все это Сейчас Мы Сделаем небольшой Перерыв на новости Оставайтесь пожалуйста С нами Мы скоро продолжим Мы продолжаем программу Зеленая лампа Напоминаем Что В эфире У нас гость Сегодня Знаменитый Нас прославленный Пианист Педагог Рафих Арджанян А помогаем Мы сегодня 15-летнему Алексу Бебришу Которому Нужна Очень срочная Операция По замене Эндопротеза В клинике Санкт-Петербурга Телефон 9306384 Евро 42 цента За звонок Работает всю неделю Для Алекса И кратко Сейчас Итоги Прошлой программы У нас Очень хорошие Итоги Где они Главное у меня Эти цифры Тебя есть Вдруг Так Сейчас Сейчас Одну секунду Чуть позже Итоги Значит Просто Напомним Что То есть Во время передачи Звонили вам Во время передачи Звонили Цифры Сейчас найдем Вот Значит Да Вот цифры Как раз Пропали цифры Из-под руки Для Маленького Двухлетнего Артиса Было собрано 10 960 евро Эти средства Пойдут на лечение У него очень Такое специфическое Тяжелое заболевание И Два курса лечения В течение года Будут оплачены Спасибо вам всем Было сделано За неделю 2879 звонков Вы представляете 2779 человек Или 2879 раз Набрали наш номер 93006384 Спасибо вам огромное Это просто до слез Каждый раз И эти деньги пойдут На оплату Курса лечения Здесь В нашей больнице На Бенебазгатве Куда приезжает Специалист Из Нидерландов Которая Для группы Здесь Деток С очень редкими Сложными диагнозами Делает специальный Вот такой Курс лечения И На поездку В Польшу В клинику Где работает Тоже профессор Светлана Мозгутова У нее уникальная методика Которая подходит Именно вот этому Маленькому Двухлетнему Артису И мы сообщим вам О результатах Обязательно Еще раз напоминаем Что наша помощь На этой неделе Очень-очень нужна 15-летнему Алексу Чтобы он мог Встать на ноги И снова начать ходить У него там Всю эту историю Можете прочитать На сайте Микс Ньюз В рубрике Зеленая лампа И на Фейсбуке И фонд Благотворительный фонд Би Оупен Открыл специальный счет Для Алекса Куда можно тоже Перечислить помощь И наш телефон 9300 6384 Работает для него И помогает нам Вот делать Этот сюжет Эту программу В помощь Этому мальчику Профессор Музыкант Рафи Хараджанян Я с удовольствием Общаюсь с вами Потому что Вот такие Гуманистические шаги Они не могут Не волновать Нас всех И мы Вот например В ассоциации Национальных обществ Она носит имя Ита Казакевич Хотя Ита Казакевич В доме на слокос 37 Никогда не была Не успела Мы Два года подряд Тоже Проводили Благотворительные акции Вышли На эту идею Совершенно случайно Я увидел Как какая-то Женщина Из приюта Связанная с приютом В слоке Выставила Приют для животных Да Приют для животных Выставила в фейсбуке Чеки Которые надо оплатить Ведь если Зверушку поймать Так сказать Попытаться ей помогать Надо Ее не только Стерилизовать Допустим Но и Анализы должны быть Лекарства И прочее И прочее И вот Я ужаснулся Этой цифре Которая там есть И предложил Замечательному Энтузиасту Ирине Власенко Она гинеколог По профессии В общем-то Она могла бы Стоять в стороне И Время от времени Может быть Подкидывать Какую-то сумму Но она Как говорится Срывается Скорая помощь Такая Я бы сказал Не отложка Она срывается С места Помогает Страшно И я Предложил Что мы сделаем Художественно-культурные Какие-то Дни Или мероприятия С их участием И очень много Людей Откликнулось Мы Действительно Проводили По два Концерта Один детский Один взрослый Ну например Скажем Участвовал Миша Карасиков Знаменитый Тофик Значит Всех Поразвлекал Или Очень любят Певца Виктора Козлитина Он с гитарой Приходит Детские Коллективы Пришли Меня особенно Тронуло Один Из коллективов Вроде бы Согласился А потом Не смог Там что-то Случилось И одна Участница Ее зовут Лера Сфантазировала Как она Сольно Станцует Вот Номер Номер Из этого Ансамбля Заимствованных Для того Чтобы Помочь Котикам Как это Она То есть так Импровизация была Да? Ну она ее Приготовила Специально Она пришла С готовой Импровизации Я уже не говорю Что она пришла С мешками Вот этой Кошачьей еды Но у меня Тронулась Что Ребенок Не сказал Ну не выходит И не выходит Ну бог с ним И так далее А боролся За эту всю Идею И мы тоже Собрали Вот последний раз Очень солидную сумму Я считаю За один день 2600 евро Они пошли В помощь Этим Зверушкам И Меня тронуло Что Миша Майский Виланчелист Кстати С его братом Я жил Когда-то В Ленинграде В одной комнате В общежитии И Миша Совсем маленький Приходил Так сказать Отчитаться Братику О своих подвигах Брат был Очень талантливый Музыковед И органист К сожалению Рано ушел Валера Майский Но Вот Миша Майский Тоже помог Этому приюту Основательной Суммой Гонорарной Своего концерта Ну это звезда Большой величины Знаете Если подумать Что Они же не могут За себя постоять Эти несчастные Звери Или Домашние Животные Которых Выбросили Предположим Я читаю Там по лесу Кошку с котятами Ну это такое Вородство Да Или кто-то Привозит И бросает Животное На Бензоколонки Или на даче У вас Мол там есть Кошки Они и так Спасутся Тут конечно Нужно Внимание Какое-то И это Не только Просто Дешевая Такая Сентиментальность Но Наша Какая-то Человеческая Обязанность И ответственность В общем-то Да Вот это То что вы Упомянули На даче Бросили Как это Поиграли Поиграли И бросили И не скончалась Какая-то бабушка От нее получили В наследство Двухкомнатную квартиру А животное Выставили Не нужно На улицу Без всякой помощи Вот эти Варварские вещи Возмущают Но мы считаем Что это уже Стало традиционным Для онкологов Проведение Вот туда Ближе К Рождеству Вот таких Красивых Я думаю Мероприятий И потом Мы очень Стремимся И много В обществе В виде Вообще Латвии Говорят о том Что надо Сплачивать Людей А вот такие Вещи Как вы Вот сейчас Собираете Помощь Для мальчика Нуждающегося В операции Или мы Для приюта Собирали Там же не важно Это татарин Нет абсолютно Не важно Или там Китаец Или кто Людей Сплачивает Вот это Теплота Человеческая У человека Что-то открывается В сердце Да И это тоже важно Это вот вторая сторона Да Я например Всегда восхищаюсь Когда моя супруга Гаспик Она прекрасная Хозяйка Специально Чуть ли не В течение дня Печет торты Да Которыми Будет угощать Посетителей Вот этой нашей Благотворительной Акции А мы сейчас Ей передадим Огромный привет Личный от нас Всех Потому что мы Знакомы С вашей С вашей женой И когда проводили Зеленая лампа Проводила Благотворительные Сладкие ярмарки Тоже собирали деньги В помню Рестораны нам давали Деткам на операцию Рестораны нам давали Тортики и пирожные А мы их продавали И эти деньги шли На конкретному ребенку И примечалась Асмик С огромным Красивым тортом И еще С Хачапури Золотистые Золотистые Какому-то Специальному Рецепту Она Очень большой Вклад Не шла Просто Три чай Задала Эту красоту Это же надо было Этот торт У нас где-то фотографии Полночи делать Наверное И вот конкретному Ребенку Который Тогда Просто Вот тоже Был с очень тяжелым Диагнозом Полтора годика И сейчас он ходит Бегает Уже растет Вот Пожалуйста Ну у нас Очень интересно Что когда мой Младший сын сказал Что ему уже 11 лет И у него не было И мы так все Окаменели Чего у него не было А оказывается Не было животного И значит Такими горючими Слезами он потек Я сказал Все Пошли Вот По первому адресу Который В газете написан Пошли за котиком И в этот момент Как-то жена Сопротивлялась Этому процессу А сейчас Она говорит Как же я могла Без нее Обходиться Без этой подружки Так сказать И Тоже очень интересно Кошка Когда слышит Ее шаги Ну где-то они Мы на третьем этаже Живем Она где-то Идет на первом Кошка Вот так Летит Просто Как ракета Навстречу дверям Такое у них Взаимопонимание Взаимопонимание И это Говорят Что вот Домашние животные В доме Они снимают стресс А мы все Действительно По неволе Другой раз попадаем Вот эти Стрессовые ситуации Начиная С пробок Которые Везли меня Сегодня Надо было преодолеть Чтобы прийти к вам На радио Чему я очень рад Ну вот да И смотрите Если посмотреть Вашу страничку В социальной сети Там все время Какой-то котик Какая-то кошачка Это да И Больше о котах Наверное Чем какие-то другие Даже там Мероприятия Отмечать Это так трогательно Всегда Я их красоту Чувствую И Знаете Это ваша доброта Может быть И даже Иногда Понимаю Что некоторые Пианистические Движения Должны быть Такие Пластичные Как у них Даже там Все гармонично Вы знаете Мы хотим Воспользоваться Возможностей Что вы у нас Присутствуете Вы возглавляете Ассоциацию Национально-культурных Обществ В Латвии Вот интересно Сколько у нас Национальности В Латвии Представлено Ну их вообще Много И в последнее время Например я пытался Заинтересовать Китайцев Но они как-то живут Вот изолировано Они С симпатией Относятся Но живут Изолировано Вот в ближайшее время Я думаю Что очень Заинтересуются Болгары Потому что Болгарская художница Одна специальная Вот сейчас В дороге 50 акварелей Которые она мечтает Выставить Именно в нашем Доме На слоку А у вас Очень красивый дом Вот сейчас Пользуемся случаем Тоже Да Слава Богу И главное Что он ремонтируется Очень красивый дом Спасибо европейским Так сказать Финансированию Финансированию Кохейзиэс фонс Это называется Что они поняли Я всегда Отшучиваюсь Или Когда пытаюсь Убедить Властимущих Я говорю Иной раз Говорят Пойдем в дом Хараджаняна Действительно Я вложил в этот дом Очень много Сил и фантазии Или в дом Ассоциации Я говорю Это может быть и так Но вообще-то Это достояние Всех нас Это достояние Латвии Это памятник Культуры Так и объявлен Он ему 100 лет И его надо Держать в порядке И меня поразило Когда Датца Мелбарда Придя к Министерскому Посту Мы очень долго Бились За то Чтобы Крышу Отремонтировали Вот это тот Случай Когда Кто же станет Таким Благотворителем Ну хотя бы На госуровне И я помню Что Я сам Написал Пять разных Писем Министерства Культуры На которые Не откликнулись Вопреки Всем законам И вдруг Приходит Как сказать К власти Что ли К посту К креслу Министерскому Датца Мелбарда И специально Едет в наш Дом И я наконец Первый раз Вижу министра Который поднимается На чердак И ужасается Этим Тазам И там Что еще Можно подставить Под текущую Крышу И решает В памятнике В памятнике В памятнике Абсолютно верно И вот сейчас Конечно мы готовы Принимать людей И у нас 25 25 разных А вот Какие самые Неожиданные Экзотичные Понятно там Украина Белорусы Армяне Грузины Татары А вот Самое неожиданное Для меня И радующее Что Маленькие группы В нынешней Европе С ее глобализацией И так далее Хотят сохранить Свои корни Это буряты В Латвии Да Интересно работают Это якуты Вот приглашаю Всех 1-2 июня Несмотря на то Что идет Ремонт Но это будет В парке 1-2 июня В том числе Детский концерт Смешанный На международный Якутский праздник И может быть Кто-то не знает У нас Парк С какой-то своей Аурой Я думаю Очень мудрый Садовник Работал Там Специально Посажены деревья Когда заходишь В парк Особый воздух И там У нас Установлены Три Якутских Столба Ох ты как Мастера Прилетели Специально Из Якутии А дерево Местное Местная сосна Это вот именно то К чему мы стремимся Если на то пошло Как бы Две стороны Медали С одной стороны Свое Этническое С другой стороны Мы живем В Латвии И любим Эту страну Корейцы Корейцы Дают уроки Корейского языка И носители Языка Сами преподают Вот вы сообщайте нам Обо всех мероприятиях Мы будем на своих страничках Информировать Потому что если кто-то не знает С удовольствием придет Это же очень здорово И еще напоминаем Что концерты И всякие мероприятия Бесплатно проходят Да мы проводим Никаких билетов Не то что как правило А вообще действительно Все время Проводим бесплатно Для того чтобы Этот слой людей Имел возможность Посещать И тоже мечтаем О каком-нибудь Фонде Который поймет Что у нас Четыре рояля Нуждающихся В реставрации Сейчас люди Знаете Интересно мыслят Говорят А зачем они вам нужны Выбросьте их На свалку И возьмите Там не знаю Синтезатор Да Синтезатор Или пианино От которого Отказались Там В конце июня Ребенок Кончил школу Но эти инструменты Они Исторические Действительно Там есть Тафель клавир Подарил Борис Аврамец Со сломанной ножкой Ножку мы привели В порядок И Тафель клавир Музейного Характера Или есть Рояль Под названием Латвия Я думаю Что в год Столетия Латвии Выбрось Такой редкостный Рояль Надо приводить В порядок Да Желаем вам Удачи Успеха Потому что Мы реально знаем Что вы очень много Делаете И вы вообще Бессменный Такой руководитель Онкола Мне кажется Я знаю Все нюансы Да Это действительно Уникальная Модель Какого-то Взаимодействия И сотрудничества Действительно Людей разных Национальностей Просто По Общих По какому-то Если у нас Есть время Я хочу сказать Такую вещь Я не так Давно был В Петербурге Поскольку Я там учился И Все время Поддерживаю связи Меня держат Как говорится За своего Абсолютно Там И И Только что Вышла книга О Армянских Музыкантах Петербурга И Неожиданно Для себя И Мой отец И я там Представлены Интересно Поздравляем Настолько Они за своего Так Содержат Приглашают Меня в жюри Конкурсов На концерты И так далее Я недавно Проходил Рядом С Исаакиевским Собором Там есть Институт Искусства Со своей Библиотекой И вывешена Доска Которая Меня Потрясла Там Замечательный Текст Его лучше бы Цитировать Но говорится о том Что в этой Библиотеке На мемориальной Досочке Такой В этом доме Пользовались Ею И свой дух Принесли И идет Перечисление Имен Скажем Ахматова Зощенко Художник Альтман И композитор Такой И сякой Это Оказывает Действительно Сильнейшее Воздействие И я это К чему говорю Что За 30 лет Существования Нашей Ассоциации Мы тоже Можем С гордостью Говорить Что там Был и Кнудскую Некс Ильонс Бредис И Юрий Касьянич И Нора Новик И Илго Ты Кнус Артур Никитин Как художник В общем Это действительно Цвет Латвийской 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 Интеллигенции Спасибо вам Огромное Спасибо за то Что вы нашли Время Вместе с нами Зажигать зеленую лампу Она горела сегодня Очень ярко Напоминаем Что мы Просим помощи Для 15-летнего Алекса Которому Очень нужна Срочная операция В Петербурге Чтобы он Мог ходить Снова Начал ходить И это все реально Чтобы он не испытывал Острых болей Которые Сейчас у него Возникли И на 14 мая Назначена Операция 14 мая Его ждут Уже там Поэтому телефон 9306384 Работает Для Алекса А на фонде Be Open Открыт Специальный счет Из которого Не берутся Никакие проценты Все деньги Пойдут Сразу В клинику Спасибо вам Спасибо Рафи Харджанян За ваши Интересные рассказы Мы надеемся Что еще не раз Мы с вами здесь Встретимся Что-то пожелайте На прощание Может быть Сейчас впереди Праздники Я надеюсь Что каждый Найдет себя В этих праздниках Солнце нам Способствует И Щедроты Наших слушателей Думаю Помогут Нуждающему В них Парнишки Спасибо вам Всего хорошего До встречи Через неделю